приветствую всех на ру тв как обычно по вторникам мы здесь с артемием кивовичем троицким обсуждаем актуальные темы отвечает артемий кивич преимущественно на ваши вопросы и комментарии здравствуйте артемий кивич привет астапа привет астап на настроение прекрасное всех поздравляю всех влюбленных с днем святого валентина всех еще не влюбленных до желаю влюбиться и не разлюбливать но вы как к этому празднику вот лично вы относитесь но все-таки такой коммерческий оттенок мне кажется немножко имеет такой слишком вымученный как не знаю я впервые столкнулся с этим праздником когда я жил в конце 80-х начале 90-х в лондоне то есть ну вот да вот в это время потому что до этого я вообще не знал про день святого валентина то есть я знал что есть как что-то такое валентайн какой-то хрен его знает вообще что такое вот а тут я с этим столкнулся да и первое и моей реакции было отторжение конечно потому что на западе с днем святого валентина в первую очередь связана такая сравнимая только по моему с предрождественской покупательская лихорадка да 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 все там носятся по магазинам что-то покупают хвостаются подарочками там и так далее мне это было совершенно чуждо и непонятно в общем-то как-то я после этого проникся ко дню святого валентина не то чтобы неприязнью но в общем какое-то такое прохладное отношение меня к этому празднику возникло вот потом я смотрю он перекочевал и в наши края в россии в частности вот естественно тоже не без помощи всевозможных транснациональных корпораций для которых этот день один из основных источников дохода за весь год вот так что все эти производители одеколонов лосьонов и прочего дерьма значит они конечно праздник всячески пропихивали повсюду вот ну и преуспели надо сказать то есть пропаганда в очередной раз победила общественное сознание вот но просто но эта пропаганда хоть безобидно не то что всякая там пропаганда под буквой зю да так вот уже по поводу праздника значит приходят нам комментарии fashion channel пишет всем большой привет из тбилиси с днем влюбленных поздравляю чувствам искренних желаю самых светлых и красивых хочется как в церкви глаз сияющих счастливых берегите чувства ваши одну минуту назад пришло это сообщение значит ну просто рифма такая какая-то немножко была как церковно-славянская и тут же пишет нам fashion fashion channel вопрос артемий кивович какую как вы оцениваете роль которую играют потоковые сервисы такие как spotify формирование будущего музыкальной индустрии отношусь к этому fashion channel резко отрицательно то есть во первых музыкальная индустрия меня мало интересует я не индустриалист не промышленник не производитель вот а я любитель музыки мне нравится музыка хорошая талантливая душевная веселая и так далее вот поэтому как там развивается музыкальная индустрия мне совершенно пофигу и какие там деньги вращаются и кто их зарабатывает тем более совершенно мне безразлично мне только очень не хочется чтобы музыкальная индустрия вообще вот это вот мамон на вот эти вот деньги чтобы они на музыку влияли и задавали в ней там всяческие эти тренды вот и и диктовали бы что играть и что пить а вот эти вот spotify ему подобные они занимаются именно этим то есть фишка spotify заключается в том что они подсасываются значит к каждому пользователю и начинают ему из подволь внушать вот что ему слушать что если вам нравится это значит вам понравится это а также это 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 и подсаживают его на какую-то уже с какими-то их этими алгоритмами до подобранную музыку и таким образом с одной стороны из любителей музыки из меломанов которые в принципе сами должны самостоятельно что-то искать выискивать находить там исследовать так далее они делают из них таких стопроцентных просто юзеров потребителей вот что само все плохо но еще хуже то что они стандартизают музыку вот причем делают это гораздо более эффективно чем скажем радио ротация все радио считай закончилась музыкальная вот но на смену ему пришло нечто гораздо более отвратительное я имею ввиду вот эти вот плейлисты spotify вски и и и и и тому подобное вот потом и эти ребята сейчас же они на этом решили не останавливаться и они решили подключить искусственный интеллект к созданию музыки и поэтому сейчас они уже навязывают несчастным этим юзером какие-то созданное искусственным интеллектом произведения в их стиле в их вкусе я их послушал некоторое количество послушал там энное количество песен псевдо-битлз псевдо-роллинг-стоунс псевдо там я уже не помню кого принц или майкл и джекрованные такие да и это и это конечно полный мрак то есть это с одной стороны это похоже с другой стороны это абсолютно выхолощено вот я я скажем считаю что это просто преступление против культуры и искусства потому что искусственный интеллект в принципе вещь я так думаю полезная но она полезная если с помощью искусственного интеллекта решать определенный тип задач то есть какие-то научные задачи экономические статистические там астрономические вот и прочее и прочее там где требуется на самом деле какие-то подсчеты какие-то там невероятные формулы и так далее вот это все пусть искусственный интеллект делает и спасибо ему за это огромное но подпускать искусственный интеллект к искусству к творческим вещам я считаю это абсолютно это просто это просто недопустимо потому что потому что это это дело человеческое это вот как сейчас друг ковальчук этого путина ковальчук видел запись его выступления на каком-то собрании больших начальников и этот ковальчук их их там два братья брата ковальчука значит чтобы близкие дружки путина один из них юрий и он такой тип этот такой совсем дружок такой типа личный а второй его брат по моему михаил что ли вот он типа ученый он директор курчатовского института в москве и так далее очень он по научной части и он значит сидит там и и говорит о том что товарищи мы находимся на грани великого прорыва сейчас значит есть возможность создать искусственную матку оплодотворять там искусственных людей это будут так называемые как он их назвал то ли служивые люди то ли служебные люди новая раса в общем такие безусловно и безропотно подчиняющиеся вот с каким-то там как он там сказал что набор функции им надо подрезать вот чтобы не было у них там каких-то ненужных вещей типа там критическое мышление нам что-нибудь такое воля волевые как да да и и вот это вот как раз вот то подо что я так понимаю собираются затачивать искусственный интеллект в путинской россии вот я считаю что если искусственный интеллект будет с одной стороны создавать служивых людей для тоталитарных режимов а с другой стороны писать музыку для как раз для этих людей за мозг их юзеров да и для этих людей совершенно верно вот то что вообще нафиг искусственный интеллект не интересное конечно будущее но видимо и будут заменять вот тех кто сейчас естественно убывает на фронтах войны в украине видимо будут заменять вот этими служивыми более удобными людьми да да но это было это это было описано в нескольких знаменитых романах антиутопиях частности олдуса хаксли в прекрасном новом мире до некоторой степени и орвела тоже пролы до пролы пролетариат какие-то путь путиноиды мне кажется да 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 ну чем это 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 конечно будет будет полный но тут еще вот а напомню что продолжаем ваши принимать вопросы по возможности на них отвечать в чате под нашей трансляции поставьте нам лайк и направьте свой вопрос туда а вот я я хотел тут про земфиру и про музыку сейчас мы к этому перейдем но вот раз вы уже заговорили о ковальчуке и тоталитарном режиме тут появилась новость о бронепоезде путина который таки записан на ковальчука и производство его тоже осуществляется компанией принадлежащий ковальчуку но вот оказывается что большое журналистское расследование было выпущено что путин ездит на специальном бронепоезде по россии начал он на нем ездить примерно перед началом войны в украине есть фотографии этого поезда он отличается от обычных поездов там несколько локомотивов там спецантенны на крыше но вот теперь отличительной особенностью диктатора имиджевой такой это вот ким чен ин путин вот они перемещаются на поездах да как вы считаете такая вот ну нас есть что я этих ребят хорошо понимаю потому что я сам не очень люблю летать самолетами что аэрофлота что любой другой авиакомпании но есть некоторые азиатские компании где там так тебя обхаживают и облизывают что на них еще летать более или менее можно всякие там сингапур и техат я уже я уже не помню в общем бывали в моей жизни турки шерлайнс неплохо там они обслуживают но не так похоже а вот поезда я очень люблю очень люблю поезда предвкушаю сказать кстати скоро я поеду отлично из принстона в бостон на поезде это очень приятная дорожка вдоль реки гудзон класс так вот в этом смысле я конечно путина понимаю и ким чен и на тоже к тому же передвигаться на поезде более безопасно чем летать на самолете там одна ракетка вы залетела к бук вот и и все пиши пропало а тут конечно так так просто не возьмешь потому что он весь брони поезд бронированный кстати говоря внешне он ничем не отличается от обычных пассажирских российских поездов такой же серого цвета с красной полосочкой так далее отличается он внешне только но там чуть-чуть там какие-то вот эти кожухи на которыми антенны маскируются и большое количество локомотивов на самом деле так думаю над на тот случай если все-таки кто-нибудь захочет этот поезд подорвать то сначала наезжает один локомотив взрывается потом второй ну и а до третьего может дело и не дойдет и удастся куда-нибудь сбежать но вот так что да в общем-то я считаю неплохое неплохое приобретение для владимира путина но это это конечно очень похожи не только на северную корею но еще больше это похоже на сталина вот у сталина была точно такая же история потому что скажем одна линия метро в москве джи бывшая железная дорога сталина вот так называемая филевская линия которая идет от центра то есть от кремля практически на запад москва москвы в сторону филей это была значит такая вот засекреченная сталинская железная дорога которая соединял кремль с ближней дачей сталина а еще одна а еще одна такая уже совсем подземная метр линия и и до сих пор по моему даже никак не освоили она шла из кремля к театру советской армии теперешнему есть такой театр советской армии он к северу как раз и весь театр советской армии был построен как бы как маскировка для вот этого самого сталинского супер бункера то есть он в форме пятиконечной звезды и там были гаражи для танков пусковые шахты для ракет и так далее и туда тоже от кремля шла подземная железнодорожная ветка вот так что путин в этом смысле как бы верным путем идет усваивает уроки своих учителей если еще провести исторические аналогии мы помним что и николай второй много перед своей кончиной разъезжал тоже на поездах в разные стороны ну в общем разъезжать на поездах это одно а вот все эти броневики и так далее все конечно да это отдает такой густапсовый паранойи земфира признана иноагентом на хиджакову большая травля в соцсетях и в общем она фактически уходит из театра и и все таки это насколько я понимаю ее просто уволил до из театра то есть то есть то есть ее сняли с единственного спектакля в котором она еще играл да и это разделение вот оно до конца пойдет на тех кто поддерживает войну и кто не поддерживает войну на своих и на чужих но мы уже об этом говорили по моему и не раз да но пойдет до конца я думаю что всех людей которые более или менее публичные которые более или менее обладают каким-то авторитетом и занимают хоть какое-то место в массовом сознании вот их естественно всех рассортируют на наших и не наших и сейчас конечно большинство людей они пытаются просто отмолчаться то есть есть вот эти вот такие громкие халуи всякие в том числе среди актеров там мошков певцов там еще там кто-то и среди музыкантов и так далее есть какие-то отдельные голоса протеста основная масса она просто молчит и очень надеется как бы что сможет молчать всегда ну вот я думаю я думаю что до каждого из них рано или поздно докопается ну вот анна нетребка она вроде бы как бы так ярко не высказывалась где-то ее там под давлением она что-то сказала что она в общем сейчас не очень это все поддерживать но тем не менее продолжается эта история с музыкальным фестивалем в висбадене мы как раз ровно неделю назад с вами обсуждали то что украинские музыканты отказались выступать на одной сцене с нетребка так вот за эту неделю организаторы фестиваля вместо украинских музыкантов пригласили туда в группу пусть и райт то что пусть и райт и нетребка на одной сцене это уже довольно забавно значит но и пусть и райт теперь а тоже отказалась в поддержку украинских музыкантов выступать на одной сцене с нетребка до фестиваля еще несколько месяцев в висбадене он в мае состоится как вы думаете кого еще на это место Можно пригласить, кто согласится все-таки выступить с Нетребка. Я думал, что Пусси Райт могли бы взять в свою группу Нетребка. Нетребка могла бы официально выступить против войны и вступить в Пусси Райт. Мне кажется, дополнить своим прекрасным вокалом Пусси Райт. И Пусси Райт бы получила новое звучание. И Нетребка бы как-то тоже освежилась. Ну, знаешь, если бы художественным руководителем Пусси Райт был Сергей Курехин, я думаю, он не упустил бы такого шанса сделать такую поп-механику из панк-рока Пусси Райт, значит, и оперного вокала Анны Нетребка. Но тут все, конечно, получилось более банальным образом. Ну, во-первых, я так думаю, что Анна Нетребка, вопреки твоему пожеланию, вряд ли согласилась бы выходить на одну сцену с группой Пусси Райт. Наверняка она, женщина, как это положено. Она же была там, по-моему, доверенным лицом Путина там и так далее. Значит, она женщина правильная, православная, все дела. Она скажет, нет, с этими богохульницами я вместе выступать не буду. И не потому, что я за Путина, а потому, что я типа религиозный человек, православный. Вы думаете, она все-таки такая, да? Ну, я думаю, что она бы отмочила бы что-нибудь в таком духе. Но тут, на самом деле, в самом говне-то оказались даже не Нетребка, остальные-то все вообще в порядке. А макнулись как раз в вонючую жижу организаторы этого фестиваля. Потому что, конечно же, им надо было, ну, для начала им не надо было приглашать на фестиваль Нетребка, зная, какая с ней история приключилась. И они, естественно, были абсолютно в курсе того, что, скажем, Метрополитен Опера в Нью-Йорке от нее отказалась. Потом она выступала в Мюнхенской опере. Вот, и тоже, это, кстати, в той же Германии, где находится городок Визбаден. Вот, и Мюнхен тоже отказался от ее услуг. То есть, в общем, ну, история такая достаточно известная и нашумевшая. Тем не менее, они, значит, решили пойти на риск. Я уж не знаю, с какой стати. И сделали они это, конечно, очень зря, но и за что боролись, на то и напоролись. Вот, поэтому, что они будут делать сейчас, я не знаю. Потому что, думаю, что любая замена после украинской, значит, национальной филармонии и пусирают. Вот, любые другие артисты, которых будут на это место прочь, они, скорее всего, они, скорее всего, тоже скажут, что, извините, но мы солидарны с нашими коллегами из Украины и из России. И, в общем-то, мы не хотим позориться. Вот, конечно, проще им было бы отказаться от услуг Анны Нетребко. Я думаю, что, скорее всего, так оно и произойдет в результате. Но осадочек-то останется. И фестивальчик этот, то есть, он и сам все достаточно позорные, надо сказать. То есть, он такой длинный, он идет целый месяц. И он такой, типа, консервативный достаточно. Как они осмелились, туда пусирает. Да, я тоже тут удивлю. Я себе не очень представляю. Вот, ну, в общем, короче говоря, думаю, что для них это, конечно, серьезная такая антиреклама. Окей, продолжаем вопросы от наших зрителей. Спасибо в хорошем количестве сегодня. Артемий, о ком бы вы хотели увидеть Байопик из наших музыкантов? Про Сашу Башлачева сомнений нет, но кто бы еще мог быть? Дэниэл Руссо спрашивает. Не думал на эту тему, но у нас вообще у многих музыкантов была такая очень драматичная судьба. То есть, в этом смысле, в этом смысле, конечно, Россия, страна, наверное, даже более такая трагичная, и дающая больше сюжетов для каких-нибудь страшноватых сериалов, чем, скажем, даже Америка, где тоже, естественно, было полно там всего и сексуальных скандалов, и наркотиков, и всяких супружеских измен громких и так далее. Но в России это еще все накладывалось, естественно, на политику, которой в Америке почти нет, и на прочую национальную специфику. Так что в Байопике можно снимать очень-очень много о ком. Ну вот, а некоторых уже, на самом деле, какие-то попытки были. Вот, скажем, ну вот, есть фильм «Лето». Алексей Рыбин, бывший сооснователь кино, снял фильм «Уездный город Н», по-моему, он называется про Майка. Что там еще? Несколько фильмов было уже снято про Владимира Высоцкого. То есть, это на самом деле очень такая благодатная почва, вот, и снимать в Байопике очень о многих можно было бы. Скажем, про того же Петю Мамонова тоже можно было бы снять интересный биографический фильм. О Мамонове я, кстати, буду завтра рассказывать в «Живом уголке». О, интересно. Вот, анонс сделаю. Да, давайте. Живой уголок произойдет не в четверг вечером. В четверг вечером я буду в итальянском городе Болонья и вряд ли смогу, значит, там выйти в эфир. Вот, а до этого, завтра, то есть, в обычное время, то есть, в пять часов по Таллину, Киеву, шесть по Петербургу, Москве и так далее, значит, буду здесь в «Живом уголке» в студии. И как раз первая часть программы будет посвящена Петру Николаевичу Мамонову воспоминаниям, о котором я поделюсь с вами. Да, про Мамонова я всегда, каждый раз, когда мы упоминаем Мамонова, я люблю это повторять, что Мамонов, слава богу, успел выпустить огромное количество своих подкастов «Золотая полка», которые выходили на эхи Москвы. Я был их постоянным слушателем и всем рекомендую переслушать. Это великолепные, вот, по своей атмосфере, по своей тематической выдержанности и по тому, как он своим этим голосом это все подавал, передавал свои ощущения, свои эмоции от того музыкального материала, который он давал. Это просто потрясающе. Это, на мой взгляд, один из лучших подкастов, которые есть таких атмосферно-музыкальных. Это вот то, что делал Мамонов «Золотая полка». Да, очень советую. И музыка там хорошая. Там, в частности, много хорошего джаза, масса всякой американской эстрады 50-х годов. То есть, музыка приятная, на самом деле, качественная. Кстати, помер один такой гроссмейстер, я бы сказал, американской эстрады 60-х годов, Барт Бакрик. Это автор песни «Rain Drops Keep Falling on My Head», а также «I Say a Little Prayer», «Walk On By» и так далее. Я сочинил кучу таких суперских совершенно хитов начала и середины 60-х. Я только сегодня узнал, что, оказывается, Энди Флетчер из «Дипешмот» умер. Ну, он еще некоторое время назад. Да, я как-то сегодня... Но у «Дипешмот» выходит новый альбом «Momento More» будет называться. Вы этот релиз ждете с нетерпением, будете слушать. Как относитесь? Ну, название, конечно, впечатляющее. Вспоминается сразу фильм «Кавказская пленница». «Мементу море». «Моментально в море». Да, «Помни о смерти». Ну, я послушал одну песенку, что-то про призраков, вот, которую они выпустили только что. «Дипешмот» уже вдвоем, вот, со всякими приятными заимствованиями из Ингмара Бергмана в клипе, где там рыцарь со смертью в шахматы играет. Вот, песня мне не понравилась, сразу скажу. Не понравилась мне эта песня, но она такая, прям, совсем такая, какая-то бардовская такая песенка. Идет под гитарку, там что-то такое, какие-то, какие-то, значит, мучительные переживания. То есть, с музыкальной точки зрения, песня на меня впечатление не произвела. Я подумал, что если весь альбом будет спродюсирован в таком же духе и с таким саундом, то вряд ли я его, скажем, оставлю в своей коллекции. Кстати, вот за последнее время тут «Медуза» опубликовала свой плейлист традиционный, и они обращают внимание на то, что много появилось треков от топовых таких мировых групп, которые носят политический месседж. Это и «Лим Бискет», где были дипфейки знаменитых политиков, и «Пэт Шоу Бойс» выпустили про путинскую диктатуру, клип и песню. Вот как вы оцениваете эту такую вот волну политического содержания у, казалось бы, совершенно неполитизированных артистов? Ну, про группу «Лим Бискет» я ничего не могу сказать, кроме того, что я ее терпеть не могу. Вот, группа просто категорически не в моем вкусе. Вот, что касается до «Пэт Шоу Бойс», то я их и лично знаю, вот, и Нила Теннентов в том числе и в первую очередь. И надо сказать, что Нила Теннент вообще умница, я бы даже сказал интеллектуалу, мы с ней довольно много разговаривали, на совершенно не музыкальные темы, а говорили как раз о политике, о мироустройстве, о том, о сём. Вот, он вообще несколько раз приезжал в Россию. Вот, один их концерт, собственно, я даже до некоторой степени устроил. На Красной площади это был такой международный, там, телемост и так далее. Вот, и выступали «Пэт Шоу Бойс» как раз на Ред Сквайр. Вот, и Теннент всегда был политизированным человеком, и были у него и до этого некоторые песни с политическим уклоном, но в первую очередь по поводу Англии и по поводу Америки. Но была, скажем, у него и эта песня и видеоклип «Go West» или, да? Хит. Хит был такой. «Go West» видеоклип там был решён в таких социал-реалистических образах. Да. А вот, так что, да, в общем, я думаю, что это вполне симптоматично, потому что, ну, на самом деле, это подлая политика, это сволочь Путин, и вся эта кровавая, жуткая история, она залезла буквально в каждый дом. Ну, и игнорировать её, игнорировать её очень трудно, даже если очень хочется. Вот, и, естественно, музыканты тоже не могут на это как-то равнодушно смотреть и отзываются. Ещё странно, что не в таких больших количествах. Вот, хотя клип, клип «Pet Shop Boys», вот этот, я уже забыл, как он, как называется эта песня, вот. Песня тоже средняя, я бы сказал, не, вряд ли войдёт в золотой фонд «Pet Shop Boys», вот. А клип совсем скучный, то есть, там какие-то, значит, кадры инаугурации Путина и перемежаются там какими-то картинками со Сталиным и так далее. Ну, я бы сказал, что можно было, конечно, как-то постараться получше, вот, сделать что-то более яркое, тем более, что «Pet Shop Boys» – большие мастера на этот счёт. Дальше у нас сержант Вертран. Что важнее для скорейшей победы добра, чтобы несогласные уезжали из России или чтобы они боролись до конца, как Навальный и Яшин? Я не знаю, тут всё зависит от стратегической цели. Вот, то есть, что понимать под окончательной победой добра? Скажем, очень многие, я знаю, под окончательной победой добра понимают то, что страна России в её нынешней инкарнации должна исчезнуть просто. То есть, что она должна распасться там на энное количество кусочков, вот, и чтобы этот монстр больше ни на соседей не нападал, ни всему остальному миру, значит, этой ядерной елдой не грозил. И что единственная, в общем-то, реальная возможность для такого исхода – это то, чтобы на Россию в её нынешнем виде не стало. Вот, естественно, если иметь в виду такую победу добра, то лучше из России валить. Валить, валить и валить максимально густыми толпами. Вот, противоположная точка зрения, точка зрения, условно говоря, Алексея Навального, называется «Прекрасная Россия будущего». Заключается она в том, что нет, что можно нынешнюю Россию коренным образом переделать, и что на месте этого монстра и в его прежних очертаниях будет совершенно иная сторона, демократическая, свободная, весёлая и так далее. Вот, если придерживаться этой стратегии, то, естественно, надо в России оставаться и вести там активную борьбу. Пока что, как мне кажется, побеждает стратегия номер один. Спасибо всем, кто присылает вопросы в чате под нашей трансляцией. Продолжайте это делать. Гална Ракомалова. Уважаемый Артемий, поздравьте, пожалуйста, Лию Ахиджакову с Днём Святого Валентина. Приглашайте её читать антивоенные произведения. Я поздравляю Лию Ахиджакову с Днём Святого Валентина. Дорогая Илья, вас все очень любят. Может быть, не все, но все правильные люди, все хорошие ребята и даже девчата вас очень любят. Потому что вы талантливая, потому что вы смешная, потому что вы симпатичная, а главное, потому что вы смелая и у вас большое совестливое сердце. Так что здоровья вам, ну, а любви, по-моему, у вас и так в достатке. Да, присоединяемся, конечно. Елена Некрасова спрашивает, Артемий Миквеевич, в Штатах вы планируете проводить лекции? Да, да, в Штатах у меня будут в основном лекции. В основном всякие лекции, во всяких университетах, в том числе и некоторых весьма известных. Это, в общем, есть у меня такое постоянное хобби. Нравится мне общение с американской академической публикой, со студентами тамошними. В Америке тоже интересные вещи происходят. Не обязательно приятные. Вот, но съездить туда всегда полезно, тонус повышает. Вот тоже такой философский вопрос от D0B0B0B. Актуально ли мученичество в современной российской музыкальной культуре, если, правда, не рассматривать скулой Чуру? Там понятно, не знаю, что это такое скулой Чуру. Ну вот, мученичество в современном музыкальном искусстве. Что скажете про это? Ну, это очень странный вопрос. Я никогда мучиться не любил, извините. То есть, склонностью к мазохизму я никогда не отличался. Всегда отличался склонностью, не подумайте, что к садизму. Нет. Склонностью к гедонизму я всегда отличался. А вот мазохизм в мое меню удовольствия никогда не входил. Мученичество? Я не знаю. Я вообще мало встречал в своей жизни людей, которые любили бы мучиться. Наверное, потому что я таких людей избегал просто-напросто. Хотя имеется очень популярная среди иностранцев теория, что русские вообще отличаются от всех остальных людей тем, что они любят страдать. У меня были всякие иностранные знакомые, скажем, там вот была у меня подруга такая, шеф бюро CNN в Москве, Айлина Конор, которая мне прямо говорила, ты, арт, говорила она, ты не настоящий русский, потому что ты любишь, you love to have fun, тебе нравится веселиться, тебе нравятся там всякие такие nice things, всякие милые штучки в жизни и так далее. Вот. А русские, настоящие русские, говорила она, и при этом абсолютно серьезно, они любят страдать. То есть, настоящие русские любят страдать, и, естественно, тут же приводила кучу примеров из классической литературы, а также примеров из жизни. Вот. И надо сказать, что единственное, что меня в этих ее разговорах настораживало, это то, что она вот об этой любви к страданиям говорила с уважением. На мой взгляд, уважать тут абсолютно нечего. Я считаю, что это извращение любить, страдать. Вот. Но поскольку Айлинушка, она была из католической семьи, такая католичка, ирландского происхождения, вот. В общем-то, ну, я так это как раз относил за счет... Христианского такого... За счет, ну, вот именно, что такого истового католицизма. Ну, что там тоже, в общем-то, страдание, как бы, является... Ну, в христианстве это сильной почестью, да. Конечно. Но ко мне это не относится вообще, а насчет мученичества в российской музыке, ну, это я вообще не знаю. Ну, я скорее, да, я понимаю этот вопрос как вопрос о музыкантах. Насколько вообще российский музыкант, вот, он должен не уезжать там за рубеж во всяких Израилях жить и Америках, а вот тянуть лямку, значит, за свою страну и терпеть какое-то мученичество. Я вот, я так этот вопрос понял. Ну, ну, я думаю, я думаю, что тут со всеми музыкантами разные истории. Вот, я думаю, что у, условно говоря, Шевчука тут одна мотивация, там, скажем, у Нестерова другая мотивация, а у кого-нибудь там еще третья мотивация, там, у Вадима Демидова, скажем. Думаю, что тут все очень и очень непросто и очень и очень индивидуально. Мариночка, любимый Артемий, посоветуйте, пожалуйста, какой сериал о любви посмотреть сегодня всем, кто любит и безнадежно мечтает о лучшей участи. Так, Мариночка написала. Не знаю, не знаю, я сериалы о любви не смотрю. Я смотрю сериалы в основном всякие или комедийные, или детективные. Вот так вот, чтобы про любовь я даже как-то, я думаю, что я это вычеркиваю список. То есть я вообще не очень люблю сериалы, они очень длинные. Вот, и как-то, ну, если тебя в них засасывает, то это отнимает слишком много времени. Я все-таки больше люблю нормальные фильмы. Пусть даже там он длится четыре часа, но вот четыре часа отсидел и все. А эти сериалы день за днем нет. Да еще к тому же, если там про любовь, ни в коем случае. Алексей Черкашин спрашивает. Любовь должна быть в реальной жизни, а не в сериале. Да, но мне кажется... Вот, скажем, вот детективные сериалы чем хороши? Потому что там вот все эти стрелялки, гонялки там и так далее. То, чего в твоей жизни нет и, дай бог, никогда не будет. И ты смотришь на это совершенно отчужденным таким клиническим образом. И это хорошо. А про любовь это плохо. Потому что любить надо самому, окружать себя любовью. Вот, а не компенсировать это за счет смотрения в теле ящика. По-моему, отличный психотерапевтический комментарий. Поставьте лайк, пожалуйста, Артемию Троицкому за это и нашей трансляцией в целом. Сегодня много очень классных вопросов. Спасибо всем большое. Алексей Черкашин. Господин Троицкий, а из города Алчевска-Коммунарск кого-нибудь вы знали из музыкантов? Нет. Хорошо. Это простой вопрос. Да, совершенно. То есть, может быть, и знал кого-то, но не знал, что они из Алчевска или Коммунарска. Хорошо. Вернемся все-таки к темам сегодняшнего дня. Украинские футболисты подрались с русскими футболистами в турецком отеле. В общем, там отель стал целой ареной побоища, которая продолжалась, в общем, несколько часов. Сначала, значит, они встретились где-то в фойе, и украинцы требовали от капитана сборной исполнить гимн Украины. Их там как-то разняли, значит, эти сотрудники отеля, потом они случайно встретились в лифте, началась потасовка, вызвали полицию, и потом, в общем, еще по отелю украинские и российские футболисты из разных команд периодически где-то выслеживали друг друга, и случались какие-то отдельные потасовки. Как вам это такое спортивное событие, и как вам кажется, теперь все время, везде в мире так будет, когда какие-то команды будут пересекаться, там будет не основной спорт, ради которого они приехали в страну, а будут какие-то драки. Ну, по поводу вот конкретно этих драк, я вообще не знаю, что тут можно сказать. Вот, там, кстати, было написано, что футболисты были из команды «Шинник», город Ярославль. Я сам уроженец города Ярославль, это мой родной город. Значит, у меня просто возникает несколько таких сугубо побочных соображений по этому поводу. Соображение номер один. Почему, вообще говоря, российские футболисты участвуют в каких-то международных соревнованиях? Я читал неоднократно о том, что их сняли со всех турниров, там какие-то чемпионаты, вот эти FIFA, UEFA, там, я не знаю, там все это говно. Вот, но я так понимаю, что они из-за войны объявлены, как бы сейчас в мировом футболе, да и вообще почти во всем мировом спорте, персонами нон-грата. Таким образом, они оказались, соответственно, в данной ситуации. Это первое, что приходит в голову, первое недоумение. Второе недоумение, которое приходит в голову, это какие же мудаки, организаторы этого турнира, что они поселили футболистов из Украины и России в одну и ту же гостиницу. То есть, по-моему, не надо быть каким-то великим предсказателем, чтобы представить себе, какого рода эксцессы тут могут произойти. Ну и совершенно естественно, что они произошли. Потому что, естественно, украинские футболисты ходят в футболках со своей символикой, российские со своей символикой. И если они встречаются, хоть в лифте, хоть в баре, хоть где, в общем-то, искры должны полететь обязательно. Об этом должны были думать организаторы турнира или какой-то менеджмент, который занимался всеми этими гостиницами и так далее. Ну, собственно, что я могу сказать по этому поводу. И я думаю, что, по крайней мере, пока война будет продолжаться, естественно, такого рода и инциденты будут происходить. Они, собственно, происходят и не среди футболистов, спортсменов и так далее. То есть, очень много ходят по сетям всяких телефонных видеосъемок, как какие-то русские задирают украинцев, вот, или украинцы, напротив, значит, блокируют русских. Это происходит повсюду и в Европе, и даже там, вплоть до Австралии. И это совершенно естественно. Я украинцев прекрасно понимаю. Вот, и окажись, я там, вот, я бы встал бы на их сторону. Продолжаем прямой эфир. Артемий Троицкий, как обычно, по вторникам. У нас здесь на АРУ-ТВ. Ваши вопросы в хорошем количестве и качестве сегодня принимаются в чате под нашей трансляцией. Там же есть топлинг, где вы можете посмотреть на семейство наших дружественных каналов АРУ-ТВ. Вот Сэм-Сэм спрашивает, как вы относитесь к группе Металлика? Почему так давно их не слышно? Есть ли у них новые альбомы? Есть, конечно, у них что-то вышло в прошлом году. Я никак не отношусь к группе Металлика. То есть я вообще металлическую музыку не люблю. Группу Металлика в том числе. Металлика даже из металлических групп, но она такая, одна из самых попсовых и пошловатых. То есть уж если металл, то Black Sabbath и их последователи. Black Metal – ужас, кошмар, членовредительство и кровеспускательство. Сепультура, пантера. Ну, это еще такое мягкое. Нет, я вот был однажды на настоящем Black Metal концерте культовой норвежской группы Makeham. Вот такая легендарная. Я могу сказать, что это было, конечно, незабываемое зрелище. Вот такой металл уже такой патологический, вот, это я еще уважаю. А вот всякие такой опопсовленные, типа металлики, да нет в жизни никогда. Ну, а вообще как вы наблюдаете тенденцию, вот эта металлическая музыка, heavy metal, он как-то угасает сейчас? Или он все-таки имеет устойчивую какую-то свою аудиторию в мире? Ну, я думаю, есть какие-то люди с менталитетом, которые способствуют восприятию музыки heavy metal. Ну, точно так же, как панк-рок тоже. Ну, конечно, его лучшие времена давно прошли, но все равно имеется масса этих панк-групп. Некоторые из них имеют иногда даже очень такой серьезный коммерческий успех, там, те же Green Day, там, и так далее. Вот, потому что, ну, вот такие вот задиристые ребятишки, они всегда бывают. Вот, точно так же бывают всегда и мрачно настроенные, значит, такие пацаны, которым по душе какие-то ведьмы, монстры и прочие атрибутики heavy metal. Вот, я думаю, я думаю, что вот эти вот такие субжанры роковые, они останутся всегда, потому что, ну, потому что они апеллируют к определенному типу психики, определенному типу эстетики. Вот, и поэтому вот потребители этой всей Будды, они никуда не исчезнут, соответственно, не исчезнет и музыка тоже. А вот интересно, я недавно смотрел одно психологическое исследование, и там была такая увязка примерно психологические характеристики людей, которые слушают те или иные музыкальные жанры. Так вот, в этом исследовании говорится, что наиболее интеллектуально развитые люди как раз слушают тяжелую музыку. Вот, у вас есть какое-то наблюдение вообще в целом, вы ведь очень разбираетесь в музыке, а вот есть ли наблюдение о том, какие люди какую музыку выбирают? Я удивлен тем, что ты мне сейчас сказал. Я тоже был удивлен, но исследование довольно... Я просто думаю, что или там под тяжелой музыкой имеется в виду нечто иное, вот, чем стиль хэви-метал, потому что, ну, достаточно посмотреть на типичных посетителей концертов хэви-метал, которые приходят туда взрослые, достаточно люди с надувными резиновыми гитарами, и весь концерт вот делают вот это вот, размахивая волосами. То есть, я думаю, что они давно уже себе вытряхнули просто все мозги на этих металлических концертах. Вот, так что сомневаюсь, чтобы это была самая интеллектуальная публика. А может, это наоборот, знаете, кровообращение в мозге усиливается благодаря таким... Может быть, точно, из хэви-метал-концерта они тут же идут в какие-то ядерные лаборатории и так далее. Хорошо. Но только волосы им слегка мешают за микроскопами сидеть. Да, хорошо. Так, от хэви-метала и ядерных институтов к, значит, Комитету по культуре Госдумы и Барбаре Брыльской. Значит, ее, значит, Барбара Брыльска там как-то нехорошо высказалась, значит, о российском обществе. Ее решили, поступило предложение, значит, путем современных технологий, вот этих нейросетей, в том числе дипфейка, которые могут вырезать даже из любого фильма человека, в общем, заменить Барбару Брыльску на Валентину Талызину. Вот, поскольку Барбара Брыльска, значит, не соответствует нынешней генеральной линии партии. И там сказали, Дропека сказала, что да, можем легко ее зачистить из знаменитой киноленты. Нет, ты зря сейчас прокатил баллончик на Дропеку, Елену. Она как раз сказала, что по ее мнению это вредная идея. А, значит, извините. Какая-то другая баба, малоизвестная, фамилия типа Занова или Зенова, но тоже депутат там и так далее. Спутал я женщин депутатов российских, простите меня. Ну, вот это вот как раз к вопросу об искусственном интеллекте и том, значит, каким злом этот самый Artificial Intelligence может обернуться. Вот, да, на самом деле могут сделать дипфейк и заменить, и Барбару Брыльску заменить, но еще и вообще всех неугодных могут заменить. А таковых очень много. И актеров, и певцов, и писателей, и так далее. Вот, взять и переделать им физиономии, и все. И не будет их, а вместо них будет один Машков и Вика Цыганова. Так что, ну, я, конечно, не думаю, что это произойдет. Я думаю, что не успеют все-таки они это дело сделать, потому что это серьезная работа и потребует большого бюджета. Сейчас деньги-то все-таки все в Российской Федерации уходят на войну, а не на дипфейки. Дороговато. С искусственным интеллектом. Так что, я не думаю, что они это сделают, но вот само желание, сама идея, конечно, весьма и весьма похвально. Да. Так, Fashion Channel спрашивает такой милый вопрос. Артемий, какой инструмент больше всего вас волнует и пленяет душу? Какой музыкальный инструмент? Так, 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 так. Ну, я точно знаю, какой музыкальный инструмент мне не нравится и раздражает. Есть два таких музыкальных инструмента. Один это волынка. Терпеть не могу звук волынки. А второй это скрипка. Мне не нравится скрипка. Чересчур какой-то жалостливый такой звучок какой-то. Вот мне это не нравится. Какой-то приторно-жалестный. Мне нравится мне скрипка. Вот. Ну, есть, конечно, отдельные исключения в роке, в джазе. Там, скажем, Дэрил Уэй или Жан-Люк Понти, которые, ну, так, терпимо. Для меня, по крайней мере. Вот. Ну, в общем и целом, мне нравится. А какой нравится? Ну, вообще, я люблю всякие электронные инструменты, больше, чем акустические. Ну, электронные инструменты, собственно, хороши тем, что могут издавать любые звуки. И не обязательно должны быть какие-то сэмплеры, там, какие-то клавиши навороченные и так далее. Да. Это может быть просто электрогитара, но воткнутая, там, в какие-то педали. У меня, скажем, есть дома юкелеле, электрический юкелеле, несколько педалей к нему. Вот. Я произвожу с этим инструментом, в общем-то, такие довольно странные звуки, которые мне нравятся. Вот. Поэтому, как бы, говорить об электромузыкальных инструментах, это не очень правильно. Я бы тут упомянул только один, который я абсолютно обожаю. Это орган Хэммонд. Орган Хэммонд? Орган Хэммонд. Я обожаю абсолютно его звук. У меня куча музыки всякой дома имеется, наигранной на Хэммондах. Ну, это и американские всякие, и джазовые органисты, и роковые органисты, вот, и прочее. А из акустических инструментов мой любимый инструмент – это бас-кларнет. Бас-кларнет. Бас-кларнет, да. Бас-кларнет, а также, ну, имеется также бас-саксофон, но это очень редкий инструмент, его почти не используют. Поэтому на второе место я бы поставил баритон-саксофон. То есть я, в принципе, люблю инструменты, издающие низкие звуки. А, я помню, когда-то в программе «ФМ Достоевский» вы, благодаря вам, собственно, я познакомился с инструментом «Диджериду». Тоже хороший инструмент, но слишком статичный. Вот, «Диджериду», да, это, я объясню, это такая длиннющая, такая труба естественного происхождения. Австралийские аборигены изобрели этот инструмент. Вот, но он такой, как бы, да, он очень статичный, очень ритуальный такой инструмент. Вот, на нем так особо не поиграешь. Он создает просто некое давление на слух, вот, и приводит человека в мистическое состояние. Да, да, я даже сделал сам, я нашел чертежи, можно из обычной пластмассовой канализационной трубы 30-го сечения. Если правильно ее отрезать, примерно метр десять, она, на ней можно играть, как на «Диджериду», и получается вот этот звук. Главное, там цикличное дыхание, циклическое дыхание освоить, что самое сложное. Это, это очень сложно. А бас-саксофон, посоветуйте что-то, где можно послушать, вот, кто качественно играл на этом бас-саксофоне? Я думаю, это многим сейчас интересно. Я не могу сказать, это очень редкий инструмент, он огромный, он огромный, то есть уже баритон-саксофон очень крупный, а бас-саксофон, вообще говоря, стоит на полу. То есть вот этот изгиб саксофонный, от него исходит еще маленькая металлическая палочка, и она упирается в пол. То есть инструмент вообще вот такой длинный, он гигантский, я так думаю, очень тяжелый, ну, я, естественно, никогда его не таскал. Вот, и видел я его в жизни раза два-три всего. Еще почему-то мне, когда вы сказали об электронной музыке, мне вспомнилась группа «Крафтверк», которая, в общем, по звучанию весьма простая, но она до сих пор, она абсолютно какая-то нестареющая и вот завораживающая какой-то этой своей электронщиной, правда ведь? Да, это великая группа, они как Битлз. В электронной музыке. Да. Так, Василий Твардовский спрашивает вас, Артемий, как вы относитесь к пуш-ап? Почему? Пуш-ап, я так понимаю, что пуш-ап это то, что, значит, это как накладные, девушки используют, как, например, можно одеть, как накладные ягодицы такие, это одевается как одежда, сверху на это, например, брючки одеваются и как бы попа получается красивее, чем она есть на самом деле, например. Ну, я знаю, что вот это пуш-ап. Нет, ну я знаю, что, естественно, прибегают и девушки, кстати говоря, и юноши тоже ко всяким таким обманкам. Юноши, скажем, подкладывают себе что-то в плавке и потом ходят по пляжу, значит, с таким довольным ведом. Вот, я даже видел, я даже видел, какое изделие продавалось. Вот, значит, расческа, а к ней снизу, значит, приделаны такие крупные пластмассовые яйца. Ай, какой вы! И чувак просто берет эту расческу из плавок, торчит расчесочка просто скромно, а вот там вот за этими плавками угадываются какие-то циклопические очертания. Бедный парень, а? Вот, нет, ну кому-то это нравится, я к этому спокойно отношусь. Нравится и нравится, ну вот такая игра своего рода, не вижу в этом ничего постыдного. Так, это про пушапы. Хотя, конечно, ну это можно трактовать как обман, вот, но я к этому отношусь абсолютно терпимо. Какие у нас сегодня вопросы чудесные. Видел вас, Вячеслав Ломашев. Да, про пушапы был интересный вопрос. Да, тут еще следующее, ну сразу от того же автора участвовали ли вы в ритуальных оргиях, Артемикевич? Продолжается градус, усиливается градус нашей сегодняшнего эфира. Ну ты, ты, Остап, скоро дойдешь, ну или наши вопрошающие дадут до стадии там какого-нибудь там этого раннего Юрия Дудя, скажем, когда он там всех расспрашивал по поводу эрекции, оргазма, длины причиндалов там и так далее. Так, значит, что у нас там, ритуальные оргии? Ритуальные оргии. Я помню из ваших рассказов, что была у вас какая-то подруга такого ведьминого формата, у которой был какой-то дом загородный, деревенский, и там были всякие, значит, шабаши происходили. Ну да, да, это в Комаровой, Ирка Комаровская известная, известная питерская хипушка, но я ее знал хорошо и на даче у нее бывал неоднократно, вот, но никаких оргий я там не заставал. Они меня боялись, потому что, но я все-таки, с одной стороны, я парень не местный, не питерский, а московский, вот, с другой стороны, типа там, журналисты и все такое прочее, в общем, не распрягалась Ирка при мне никогда. Вот, нет, я в ритуальных оргиях никогда не участвовал, более того, я ритуалы терпеть не могу, не люблю я ритуалы, они очень дисциплинируют сознание, вот, а мне нравится, когда мое сознание находится в разбросанном виде. Вячеслав Ломаченко спрашивает вас, Артемий, году, так, в 1996-м видел вас на концерте Джона Кейла в Москве, в Театре Эстрады, а совсем недавно у него вышел новый альбом, послушали ли вы его? Да, да, у Джона Кейла вышел новый альбом, называется Mercy, этот альбом у меня уже есть, но я не успел его послушать, то есть, вот, я, я, когда, неделю назад, что ли, я вернулся из, из Праги, Берлина, да, вот, я его в Берлине как раз приобрел, вот, но еще не успел послушать, думаю, что альбом хороший, там, кстати, имеется у Кейла некоторое количество интересных людей на всяких подыгрышах и подпевках, нет, ну, Кейл вообще великий человек, гениальный, что-то говорит, вот, так что предвкушаю знакомство с этим альбомом, пока что ничего не могу сказать, ни одной песни с альбома я не слышал, Кейлу самому, сколько же, 80 лет ему, я думаю, 80 лет, ну, всегда интересно, как, как поет 80-летний великий талант, вот, а вообще с Кейлом мы хорошо знакомы, потому что, ну, он же был в одной компании с Брайаном Инн, они сюда вместе приезжали, и потом Инна ему посоветовал Московский дом радио на улице Качалова, и Кейл там записал один свой альбом, Words for the Dying, вот, и я при этом присутствовал, и, в общем-то, это все было прекрасно, это было где-то в самом начале 90-х годов, год, наверное, 91-й, так вот, Кейл провел тогда в Москве несколько месяцев. Ну, я так понимаю, это была тусовка, был Брайан Инна, Гузарова, Шумов, Троицкий, это все вот как-то варилось в одной такой... Нет, 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 нет. Брайан Инна был сам по себе, я, как бы, тоже с ним общался, и, естественно, Джон Кейл тоже с ним общался, и общался с Джоном Кейлом, вот, но Вася Шумов в то время уже жил в Америке, он уже, он уже уехал в Лос-Анджелес, вот, Агузарова тоже тогда, но она в начале пребывания Инна в Москве тут была, вот, и, ну, к сожалению, из их совместных планов ничего не вышло, вот, а потом она тоже уехала в Соединенные Штаты и тоже осела в Лос-Анджелесе и пела там в ресторане Черное море и так далее. Да, помним это. Артемий, ваш любимый мембер Крафтверк, раз пошла такая пьянка, ну, откликаются на наш разговор о Крафтверке, мембер Крафтверк, я так понимаю, участник Крафтверка. Да, ну, ну, собственно, Крафтверк это два человека, это Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, вот, кто из них мне больше нравится как музыкант, мне трудно сказать, потому что я никогда так толком не разбирался в том, значит, кто из них что делал. Чисто внешне мне больше нравится Флориан Шнайдер, потому что это высокий брюнет, вот, с такой вампирской внешностью, вот, он мне, ну, внешне очень импонирует. Еще вопрос Иван спрашивает, Артемий, вы слышали о такой шведской группе, как Эватар и их выдуманный металл вселенной? Нет, нет, не слышал. Нет, не слышали. Хорошо, продолжаем, да. Ребята, меня вообще на металлические темы лучше не расспрашивать. Вы только обидитесь и меня не взлюбите, потому что я от этой музыки очень, очень далек. Продолжается наша трансляция, много вопросов, спасибо большое. Давайте еще, вот, из новостей. Хочу вас спросить тоже, есть такое на телевидении российском шоу «Продолжается голос дети», где в жюри оказывается, значит, Баста и певица Максим, значит, этих детей оценивают их вокальные способности. И вот, значит, возмутились тут общественники, написали омбудсмену по правам детей, что, значит, всякие рэперы чуждой культуры с наколками, у которых песни там про наркотики, про всякие запрещенные вещи, вообще не должны детей воспитывать, не должны с детьми в таком формате взаимодействовать и себя пропагандировать, и надо их срочно заменить. Не знаю, насколько это новость такая, говорящая о чем-то, но видите ли вы в этом тенденцию определенную? Продолжается какая-то зачистка такая, чтобы совсем было стерильным медийное поле в России? Да, эта новость абсолютно симптоматичная и подтверждает все те прогнозы, которые и я, и многие другие люди делали. Да, эта зачистка продолжается, и она будет проходить до тех пор, пока не нагрянет полная чистота на наши культурные подмостки. То есть, в данном случае речь уже идет не о политической позиции, потому что я так думаю, что и рэпер Баста, он никакими, значит, франдерскими высказываниями не прославился певица Максим, я думаю, тоже вряд ли вообще в курсе того, что происходит. Кто-то там еще был, третий, в общем, я уже не помню, кто тоже абсолютно, значит, какой-то аполитичный персонажик. Вот, но при этом, да, при этом выглядят они неподобающим образом, на что и обратила внимание бдительная вот эта детская обманцменка. Вот, да, имеются какие-то наколки на теле, имеются какие-то, значит, что там еще, какие-то педерастические, там, типа, аксессуары. Скандалы, да. Вот, и прочее, и прочее. Да, это все будет тут тоже выжигаться, если не каленым огнем, то, по крайней мере, значит, вот из телевидения это точно выметут. Я так думаю, что, конечно, в каких-то клубах, там, на концертах и так далее это останется, потому что, ну, без этого никак. Вот, и нельзя уж до такой степени народ злить, вот, чтобы запретить, скажем, там, стриптиз или проституцию, вот, или какие-нибудь такие увеселения неформатные. Вот, то есть на каком-то низовом уровне это будет, а с телевидения, я уверен, что, что всех этих наколотых, накрашенных, с сомнительными песенками и так далее, вот, всех попрут. Вот, песни будут или патриотического содержания, вот, или песенки, ну, такие, там, хорошая погода, радостный денек, я тебя люблю, там. А вот какой в этом смысл? Ведь телевидение год от года, во-первых, ужимается в своей аудитории, а во-вторых, на молодежь оно не имеет, по-моему, сейчас вообще никакого влияния, потому что, молодые люди вообще не то, что не смотрят телевизор, а даже не знают о том, какие там бывают каналы и какие программы, и в этом смысле они вообще влияют на что-то, там, меняя вот это, вот, делая запреты, убирая каких-то людей из ящика. Все ведь в ютюбе, все ведь в соцсетях, все равно есть. Ну, ты задаешь логичный вопрос, но дело в том, что тут действует иная логика, то есть, в первую очередь, какова цель вот такого рода выступления какой-то там этой Анны Ивановны Шмакиной, или там, как там ее зовут. Цель состоит в том, чтобы выслужиться. Выслужиться, обратить на себя внимание, проявить себя, значит, святее Папы Римского и так далее. Делается, в первую очередь, из карьерных соображений. Аналогично это делается очень часто, исходя из шкурных соображений. Вот, скажем, там, какие-нибудь там, конкурс патриотической песни среди детей дошкольного возраста. Да, о, какая хорошая идея, правильно. Да, да. Нужно, нужно четырех-пятилеток, значит, втягивать в орбиту патриотического воспитания. Так, ну, сколько дадите на наш конкурс? Вот вам, пожалуйста, 17 миллионов рублей. Спасибо большое. Ну, бюрократическая такая, в общем, карьерная история. То есть, это все, с одной стороны, карьеризм, с другой стороны, рвачество, с третьей стороны, стукачество. Потому что стучать и доносить в России сейчас стало просто супермодно. Это просто какое-то новое такое поветрие, стучать. Такого не было, кстати, в Советском Союзе, я об этом много раз говорил. Ну, вы имеете в виду в позднем Советском Союзе, да? Ну, в позднем, да. Я же не жил при Сталине, слава богу. Вот, в позднем Советском Союзе нет. Стукачей было полно, но это было сугубо позорное занятие. Вот, люди просто маскировались как могли, избегали этого как могли. Вот, а сейчас это наоборот, это просто почетно. А чем вы это объясняете? Это генетическое что-то, что дремало вот со времен Сталина, да? Как оттепель началась, вот оно куда-то ушло в подполье, и теперь оно опять вылезло оттуда. Или как это происходит? У вас есть понимание? Нет, у меня нет понимания. Я вообще не очень понимаю, что происходит с моим народом, вот, и это касается и данной истории тоже. Вот, это все очень грустно, но мне это не очень понятно, потому что, в общем-то, через это уже проходили, через это уже проходили. Вот, если при Сталине это было тоже, как известно, очень популярно, и людей по доносам сажали сотнями тысяч и миллионами, вот, но потом-то, в общем-то, как бы, как бы это все было развенчано. И у меня было такое ощущение, что народ уже приобрел иммунитет к этому, вот, что уже это стало все, это позорно, это нехорошо, это напоминает нам о самых жутких явлениях недалекого прошлого и так далее. А тут, опаньки, и рецидив, и никакого иммунитета. И это большое разочарование, это как там с этими, с ковидными прививками, вроде сделал прививку, вроде переболел, и вдруг хуяк опять. Вот, вот так же с доносами. Александр Бойко спрашивает, новая песня, подошла, Voice Living in the Past про Путина. Да, мы уже поговорили про эту песню, если вы к нам только что подключились после завершения трансляции, вы можете пересмотреть в сохраненных трансляциях наш эфир. Там мы поговорили, и Артемий Киевич высказался уже на тему того, вообще на тему политического месседжа у современных топовых мировых артистов. Ну, не особо пространный я высказался, вот, да, ну, сказал пару слов. Иван Петров спрашивает, Ару ТВ, привет, Артемий, скажите, а какая советская слэш российская группа была заметна в мировом масштабе? На мой взгляд, таких не было. В мировом масштабе была заметна одна российская группа, правда, не роковая, а попсовая, это группа Тату, дуэт Тату. Да, в 2003-2004 году Тату, в общем-то, прогремели на весь мир, от Японии до Америки. А Гокки Пак? Нет. Пар Горького нет? Абсолютно нет. Хорошо, так, сейчас я вот смотрю еще, чего бы нам тут такого у вас спросить. Вопросов сегодня огромное количество, люди, спасибо большое за активность, за... Не надо вопросы типа, какая водка у вас любимая? Да, там и про красных фонарей вопросы сегодня были, но в любом случае спасибо, что вы их присылаете, нам приятно вашу активность чувствовать и то, что вы есть, то, что вы смотрите, так вы гораздо чувствуетесь нам лучше. Про Тропила расскажите, интересный чувак. Про Андрея Тропила, я так понимаю, ну, это звукорежиссер, да? Да, Андрей Тропила, в общем-то, мой старинный приятель, не скажу, что друг, но, в общем-то, человек мне очень хорошо и близко известный. Я считаю, что Тропила, в общем-то, из всех немузыкантов российских, это самый важный человек в русском роке. То есть, это первый продюсер, это изобретатель магнит из дата, это человек, который, собственно говоря, поднял популярность и аквариума, и майка, и цоя, и алисы, и так далее. В общем, я думаю, что Андрей Тропила, это в полном смысле этого слова историческая личность. Человек, он очень своеобразный, все это прекрасно знают, поэтому его побаиваются. Он, конечно, малый, диковатый, надо прямо сказать. Ну, то есть, обычная такая расхожая история про Тропила, это то, что он просто сумасшедший. Вот, я не считаю, что он сумасшедший, но он, конечно, весьма эксцентричен, непредсказуем, ведет себя странно, иногда чересчур агрессивно. Выглядит тоже очень странно и одевается странно и так далее, крайне неопрятен. Мы с ним много провели время в последний раз, когда была какая-то вот годовщина смерти Цоя, и нас, рижский фан-клуб Цоя, нас с Тропилой пригласил, значит, отметить это событие. И мы поехали в Ригу, я из Сталина, Тропила из Хельсинки, он в Финляндии живет в последнее время. Вот, и да, вот были мы там на этом энном километре шоссе, где Цой разбился. Вот, и там Тропила, кстати говоря, устроил одну из своих безумных акций. Вот, у него была такая теория, что Цой, типа, значит, заехал на обочину и наехал там на какой-то камень, и это выбросило его на идущий навстречу автобус. И вот он вот там все исследовал, он там раньше не бывал на этом месте, и обнаружил, а там же такой мостик, там такой мостик, и протекает маленькая речка. И на самом деле лежат валуны, и вот он обнаружил такой идеально подходящий для своей теории валун. И говорит, вот, вот с этого камня вознесся Витя Цой. И более того, значит, он со своим, значит, безумным этим огнем в глазах, он уговорил тамошних людей, они погрузили этот валун. Валун такой, ну, килограмм на сто, не меньше. Они погрузили этот валун там в какую-то газель, его отвезли, потом Тропила его, значит, увез, по-моему, в Финляндию, из Финляндии затем перевез в Питер. Что сейчас стало с этим валуном, я не знаю, надо будет ему позвонить, вот, или вы, дорогие друзья, можете выяснить. Бежал себе валун, да. Вот, но вот эта вот история очень и очень хорошо характеризующая Андрея Тропилу. То есть всякий скучный нормальный человек вроде меня бы никогда бы, никогда бы такого подвига не совершил. А Тропилу это было абсолютно, абсолютно по плечу. Классная история. Милая. Все, завершаем на этой истории наш эфир с Артемием Троицким, как обычно, по вторникам здесь. Давайте еще раз напомним про то, что живой уголок с Артемием Троицким состоится завтра, а не в четверг, как это обычно бывает. И те вопросы, которые я не успел задать сегодня Артемию Киевичу, особенно по музыкальной, такой узкомузыкальной части, перезадайте их завтра в прямом эфире живого уголка. И я думаю, что у вас получится очень классное общение уже без меня напрямую с Артемием Киевичем, больше по музыкальной части. Да, ребята, всем счастливо, всем пока и до встречи завтра на том же месте в то же время. Лайк поставьте, кто не поставил. Это будет живой уголок в нетипичный день. Все, пока. Спасибо всем. И с этим, с праздничком. С днем Валентина. С праздничком святого Валентина Маркетолога. Да.